ПЕСКИ С тех пор на протяжении более 20 лет с ней регулярно выходят на контакт представители цивилизации Межзвездного Союза нашей Галактики, которая включает 116 из 727 имеющихся в ней разумных рас. Сегодня у нас очень интересная встреча с нашим контактером Ириной, нашим уважаемым куратором. И сегодня у нас в гостях два очень интересных человека, которые разработали уникальную систему, метод. Это теория землеточек и метод астрогеографии, астрология пространства. Друзья, представьтесь, пожалуйста. Мы немножко уточним. Вы не в теме, конечно. Да, я сначала, наверное, себя начну и представлю Дмитрия, потому что именно Дмитрий у нас является главным гостем и, собственно, автором метода астрогеографии, который называется «Теория землеточек». Меня зовут Иван Лысый. Я психолог, астролог, остеопат, основатель метода прикладная психосоматика. Работаю с людьми около 8 лет. И начинал как массажист, остеопат и вышел впоследствии на тему психосоматики, изучал психологию. И где у меня сложился метод прикладной психосоматики, где я с разных сторон изучаю проблематику человека и использую разные техники остеопатические, психотерапевтические, диагностику, работу с энергопараметрами, также методы астрологии для более глубокого понимания человека. И я очень благодарен проекту «Кассиопея». Я о нем узнал около полутора года назад и, конечно, получил для себя огромное количество ответов на разные вопросы. Сами тоже обучался тому, что вы представляете в проекте «Кассиопея» и посвящение космоэнергетику получал и на Высшее Я, практики светового тела. И многое, что интересного за это время о себе узнал о своих прошлых жизнях. И сам тоже, признаюсь, развил себе навыки контактерские, но не буду об этом рассказывать сейчас. Вот. И произошла такая интересная тоже вещь с Дмитрием. Я вдруг начал получать информацию о Дмитрии и о его методе. И возник интерес. Сейчас я подбил Дмитрия на этот разговор, на эту конференцию, чтобы действительно пролить, как говорится, свет. Как на самом деле, с точки зрения, что могут быть, сказать, действительно высококвалифицированные контактеры. Да. И, собственно, почему Дмитрий? Потому что я, как астролог, являюсь учеником Дмитрия, одного из его потоков обучающих. И являюсь на данный момент тоже экспертом астрогеоклуба, который Дмитрий организовал. И там это международное сообщество астрологов, где проходит обучение и много мероприятий именно по теме астрогеографии, по теме то, как влияет географическая координата на человека. Это индивидуальное влияние. И, то есть, мы подготовили вопросы. И, собственно, сейчас я передаю слово, наверное, Дмитрию. Он тоже о себе приставится. И будем задавать вам вопросы. Очень приятно, Иван. Благодарю вас за внимание к нашему проекту, к проекту Кассиопея. Я чувствую контактер. И Дмитрий контактер, Мария, ну, тут уже нет ни контактеров. Причем наш уровень осознанности этого контакта довольно высокий. То есть, здесь присутствует один из, можно сказать, ваших кураторов, который утверждает, что вы в том числе являетесь и его контактерами. И он сегодня пришел ко мне. Я с ним, я сразу скажу, что я с ним контактировала несколько раз. Он не является моим постоянным куратором. Но я с ним уже беседовала. Сейчас я его представлю. Да, и он тут не один. Да, хорошо. И он тут не один. И про эту теорию, про ее значение и духовное, физическое, энергетическое будут рассказывать две сущности. Одна с уровня невоплощенных духов, то есть с уровня архангелов. То есть мы, как их называем, архангелы, то есть начальники ангелов. Туда относятся, если смотреть по терминологии Международного Союза, все, кто имеют доступ в Царство Небесное. То есть это выше 22 уровня. Ну, 22, 23, 24 уже могут называться архангелами. Ну, и там бесконечное количество уровней, насколько мы помним. И здесь присутствует один из них. Ну, мы, наверное, сначала Дмитрия послушаем, потом я представлю. Да, будет, Галина. Иван, спасибо. Ирина и Мария, огромное спасибо, что я имею возможность с вами общаться сейчас прямо напрямую. Для меня это, ну, как бы большая честь и большая возможность задать свои вопросы, потому что вопросов у меня много по своей же теории, как ни странно, да. И, ну, наверное, вам это не странно, потому что я так понимаю, что знания, они приходят, а как они приходят, ну, непонятно. И их значение тоже. Сам я по основному, по основной профессии я военный врач. Я потом вторая профессия моя, это программист. Все это время с 90-х годов я занимался астрологией. И в 93-м году, когда я жил в городе Кемерово в Сибири, когда там проходили, помните, шахтерские забастовки, там всякие эти Ельцин против Горбачева, стучали касками по мостам. Да, вот как раз в это время я жил в Кемерово, там все бурлило, там вот это было движение какого-то свежего воздуха. И тогда как раз, вот, видимо, не случайно, потому что там шли какие-то энергии на Землю, вот, и космос и Земля взаимодействовали, и в Кемерово какой-то был один из пиков. И это чувствовалось прямо, ну, очень многими. И вот в этот момент как раз родилась теория землеточек, ну, то есть она, по сути, как-то была мне дана, то есть, ну, по сути, там, конечно, были предтечи, да, то есть какие-то информационные потоки, книги есть, да. Но все равно сам ход мыслей, он был такой, ну, что-то меня натолкнуло, и, ну, в общем, по сути, смотрите, я еще хочу немножко, ну, прояснить ситуацию, что в астрологии пространства в 20 веке вклад внесли там три астролога, да, то есть до 19 века эта тема была забытая. И если мы говорим, что астрологии там 5 тысяч лет и больше туда уходят в глубину веков, то про астрологию пространства, то есть как на меня влияет место, где я живу, я живу в городе Уфе, как эта Уфа на меня влияет, то есть оказалось, да, вот как раз благодаря теории землеточек, что каждый живет в каком-то месте, и Земля играет очень-очень важную роль, то есть энергетическую там определяет, ну, запас энергетики определяет обстоятельства жизни. И это все можно рассчитать вот благодаря этой теории землеточек, которая была, ну, пришла ко мне в 93-м году. С тех пор я, уже есть у нас программные инструменты, то есть это все математика, это рассчитывается, графика, есть вот Иван и другие там, ну, скажем так, 200 плюс там астрологов, которые прошли обучение. Но у меня остались вопросы, и спасибо вам за то, что я имею возможность вот как бы, ну, еще раз взглянуть на это явление с другой точки зрения, да, и, ну, вот за это спасибо. Иван, Мария, Ирина, огромное спасибо. Вот я, в общем-то, в нетерпении, в ожидании представления Ириной, наших коллег верхнего плана, да, и задания вопросов. Благодарю вас, Дмитрий, здравствуйте, рада вас видеть и рада нашей конференции. Итак, сегодня, итак, здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Ирина Подзорова, я являюсь контактером с внеземными цивилизациями. И сегодня я попросила моих кураторов, ну, увидев вопросы, их список и их тему, я прочитала их Медгаскаусу, Лишелоне и попросила их пригласить, ну, тех, кто может компетентно ответить на них, конечно же, в пределах, ну, можно сказать, моей передачи, моего перевода и так далее. То есть, ну, вот, насколько я это могу передать. Ну, Лишелоне и Медгаскаус пригласили сегодня двоих, и они сегодня здесь присутствуют. Это представитель мира невоплощенных духов, Архангел, который является одним из ведущих иерархов духовного мира в нашей галактике, распределяющих воплощения близких к Кришне. Его зовут Архангел Митатрон. Он еще не участвовал в наших конференциях, и поэтому он решил, да, он говорит, здравствуйте, он говорит, я не участвовал еще в конференциях Ирины, отвечал Архангел Михаил, Архангел Рафаил, Архангел Гурил, то есть, да, который воплощен, тем не менее, является одним из нас. А я еще не отвечал на вопросы, ну, вот как на конференции, и, да, была конференция, когда он присутствовал по иудаизму, но он там отвечал мало. То есть, он просто присутствовал, но отвечал там другой Архангел, а теперь я решил прийти, потому что я контактировала с вами, то есть, вот он сейчас мне говорит, что он один из ваших кураторов, и один из кураторов Ивана. То есть, мы с вами контактировали еще в те времена, когда вы были больше как материалистом. Вот он мне сейчас показывает, как вы верили больше в материю. И произошло, вот он мне сейчас показывает почему-то гроб, вот как вот смерть кого-то, от чего вы осознали, что как или сон был, или у вас, или видение, что этот дух существует. И вот это был вот как опыт. Вот он мне сейчас говорит, что это от него было, то есть, вот как он устроил эту встречу, чтобы вы поверили в это. А также он позволил познакомиться, ну вот как, то, что позволило, создало обстоятельства, чтобы вы с Иваном познакомились, ну как между собой. Он мне сейчас об этом говорит, то есть, вот он сейчас показывает, как две точки в пространстве, и как они сходятся. И чтобы вы, для чего это я сделала, говорит, для того, чтобы вы оба, ну вот как поверили в себя и в то, что вы несете миру пользу. Ну как вот, подтвердили это друг другу и смогли сделать это вместе. Я не знаю, понимаете ли, о чем он говорит? Да, да, я, в общем-то, в лице Ивана, ну, я увидел человека, который шел своим путем, вот, и тем путем, который, ну, в общем-то, в какой-то степени я по нему не пошел, да, когда-то. Потому что, ну, у меня вот, я занялся вот этой теоретической частью, расчетной частью, вот, хотя у меня было много тоже в среде, вот, в Кемерово очень много людей, которые были вот и контактеры, и вот целители. Вот в Кемерово какой-то бум был непонятный. Может быть, как раз вот уважаемый дух об этом и говорит, что в Кемерово там вот, ну, вот этот переворот произошел в Кемерово, вот, произошел он через литературу. Кстати, вот, вот я хотел спросить еще отношение к живой этике, потому что вот соприкосновение в том числе и с этой литературой, с этим течением тоже внесло переворот. Вот, вот, и Иван идет своим путем, и я понимаю, что очень, ну, полезно соединить эти пути, что мы и делаем. Я приглашаю Ивана там на конференции, на свои там вебинары, вот, и так далее. Ну, вот он мне сейчас говорит, что, да, литература была, но было такое время, когда она была просто как фоном для происходящих событий, и было то, что много, что вы не принимали там, ну, вот как не верили. Какие-то вот как сомнения и поиск каких-то доказательств, ну, вот как шли больше по научному пути, вот он мне сейчас показывает. И был даже период, почему-то он сейчас говорит, что вы как то временно, вот как прекращали ее, как читать, то опять вот как возвращались, ну, вот какие-то такие колебания, сомнения были, но то, что перевернуло вас, это вот какой-то вот опыт, связан с вашим непосредственным личным духовным опытом, и что-то там вот связано с миром мертвым, потому что он мне показывает какой-то контакт, но не с ним, а с духом, который вам был близким, то ли ваш родственник, то ли друг, то есть вот тут какой-то есть. То есть такой вот либо сон, либо что-то, что вы убедились, что там это правда, то есть, ну, по крайней мере, вот он мне сейчас так показывает. Вот, и после этого, да, вот он мне сейчас говорит, что после этого вы как стали по-другому смотреть на эти книги, и на живую этику, и на астрологию, и на нумерологию, и почему-то вот он мне сейчас показывает книги, как саморазвитие, вот как медитации, что ли, что-то такое, как йога, только уже более как адаптация. Что касается моего отношения к живой этике, это книги контактеров, то есть, да, это книги контактеров Елены Рерих, Николай Рерих, и они были в контакте как раз с инопланетянами, с планеты Ислер, да, у Ирины, я помню, есть видео на эту тему, про агни-йогу и про ее значение, там все подробно изложено, вот это было с Митгаскаусом, просто я знаю об этом от Митгаскауса, что было такое видео, человек расспрашивал, который в теме агни-йоги, и мое мнение в том, что они довольно корректно, ну, на своем, конечно, уровне понятия, но довольно корректно передавали информацию от ислеровцев, и плюс у них чуть позже, в их период жизни, который был позже 1920 года, у них был период уже больше контакта с флажмоидами, а еще лет через пять у них начался период активных контактов с духовным миром, ну, они писали книги и выпускали их периодически, и бывало, да, бывало там моменты, когда, ну, один параграф какой-то книги противоречил какому-то параграфу другой, но это не от того, что они сами не знали, что писали, а от того, что их опыт, их контакт, он тоже претерпевал изменения. А второй, который здесь присутствует, это представитель цивилизации Крайона, флажмоидной цивилизации, он у нас 16 уровень плотности, и он как раз отвечает за гармонизацию информации между третьим уровнем плотности и шестнадцатым уровнем плотности земной цивилизации, который живет в телах, он как гуманоидов, в телах физических, и отвечает за контроль над работой по выстраиванию магнитной сети Земли, то есть электромагнитной сети, передача энергии из Земли в космос, и из космоса в Землю, вот именно такой, как она электромагнитной природы, но она более фирмон. Вот это именно то, о чем я хотел спросить. Да, он тоже работает над выстраиванием эфирных ячейк пространства, каких-то, что мы сейчас их показываем. Но опять он сейчас будет объяснять и давать образы, как они видятся с его уровня плотности. Похоже ли это на сетку, вот координатную сетку? Он мне сейчас показывает, что она как объемная, в пространстве она выглядит как объемная, и почему-то разные ее участки светятся каким-то разным цветом, где-то вот зеленым таким, вот как фосфор, где-то вот голубоватым таким, а где-то такие, как серебристые искры, то есть вот они так видят эту сеть, они так видят нашу Землю, наше пространство, вот именно на 16 уровне плотности. И его зовут, опять, очень сложно передать звуки их языка земным языком, потому что у них нет речевого аппарата, они переговариваются друг с другом только, ну вот, как посредством каких-то, как подобия электромагнитных сигналов, но очень большой частоты. Вот, и я его сейчас попрошу подобрать мне, ну, хоть какой-то аналог имени, чтобы можно было к нему обращаться, чтобы можно было понять, что это он говорит. Как тебя можно называть? Ларгиш. Его можно называть Ларгиш. Он тоже приветствует, он говорит, я представитель группы Крайона, это не одна цивилизация, это группа плазмоидных цивилизаций, Земли, магнитосферы Земли, а также окружающего космического пространства и Солнца. То есть это как союз цивилизаций, деятельность которых направлена на выстраивание пространства и их, то есть как структуризацию, чтобы отделять один уровень плотности от другого и сохранять гармонию в обмене энергии. Ирина, можно вопросы задавать? Или как тут? Как что-то Мария хотела сказать. Да, я хотела уточнить по поводу нашего гостя Ларгиша. Он работает только с Землей или с другими планетами и цивилизациями тоже? Я работаю с Землей, но я живу над Землей. Вот как магнитосферу мне сейчас показывают. Вход в мой мир находится примерно 250 тысяч... А, сейчас вот так пополам. В районе 200 тысяч километров от Земли. То есть это где-то между Землей и Луной. Сколько я его сейчас понимаю. Сейчас показывают точку. И там, вот в этом пространстве, который для вас трехмерный космос, трехмерный вакуум, на 16 уровне плотности существует мой мир, но вы его не заметите. Если даже пролетите сквозь него, вы ничего не увидите. То есть и мы вас не увидим. У вас другой уровень плотности. И мы вас не увидим. Но тем не менее у нас там очень красивый мир. Вот он мне сейчас показывает что-то такое. Какой-то шар голубого цвета. И внутри него торчат кристаллы такие вот. Это их планета так выглядит изнутри. Опять же, их восприятие. Благодарим. Нам очень приятно. Ваша забота о нашей цивилизации, о нашем мире. Спасибо, что вы пришли к нам. Дмитрий, вам слово. Задавайте. Можно я задам вопрос такой. С точки зрения астрономии, на небе есть нулевой градус, нулевой градус овна, то есть точка весеннего равноденствия, откуда все отталкивается, то есть нулевой градус. Если мы проведем аналогию, что внизу, вернее, на Земле, как на небе, как наверху, так и внизу, тогда на Земле тоже должен быть аналог нулевого меридиана. То, что у меня я вычислил, это примерно нулевой градус, который был так называемый Птолемеевский, который проходил через Канарские острова Меридиан и через остров Исландия, разрывающий остров Исландия напополам. И он выглядит очень логично и красиво. То есть я хотел спросить, насколько верна вот эта гипотеза о нулевом меридиане и то, что это есть точка, которая позволяет связывать небо и Землю. То есть и дальше с помощью расчетов получать определенные преобразования и выводы. То есть идея о нулевом меридиане, который проецируется с неба на Землю. Вот об этом, если можно. Проецируется с энергетической карты неба на энергетическую карту Земли? Нет, прямо реальное пространство есть над Землей, которая имеет координатную сетку, эклиптика. Эклиптика. Она имеет нулевую точку Овна. И, соответственно, если внизу, как на Земле, как на небе, значит, на Земле должна быть тоже естественная нулевая точка. И это не гринвичский меридиан. Мы же считаем, что нулевой меридиан гринвичевский, карты все от нуля гринвичи. А на самом деле есть некий сакральный нулевой меридиан. Вот и что по этому поводу можно сказать или поразмышлять, Ирина, если можно? Да, сейчас он просто, я ему сейчас скажу так, нулевой меридиан начинается на небе с нуля градуса Овна. Да. Сейчас он просто говорит, почему так сейчас, почему так принято в астрологии, именно в астрологии с нулевого градуса Овна. То есть вот он мне сейчас говорит, это было связано на самом деле с точкой, вот он мне сейчас говорит, как весны, весеннего равноденствия. Да. То есть там был праздник, вот он мне сейчас показывает, на Земле был праздник, который означал начало, ну вот как воскресение природы. И этот праздник образовался, кстати, практически сразу же после войны, 12 тысяч лет назад, но после того, ладно, сейчас не будем про войну, после того, как на Земле началась война, и, нет, после того, как на Земле закончилась война, началась зима. То есть зима – это было время, те племена, которые жили уже после войны, они это считали как смертью природы, будем так говорить. И опять образно, вы же помните, что астрология устроена на образ. Да. И поэтому та точка, когда становилась равными, вот как день и ночь, то есть вот как это тогда считалось переходом на теплое время, не тогда, когда начиналось прибавление дня, это как было незаметно, а вот заметно было, когда это уже равные становились. То есть так как в образах древних охотников, собирателей, это было как свет становится равным по силе тьме и постепенно начинает ее побеждать. Да, вот эта точка, она может… Эта точка, она ознаменовалась сначала как праздниками, то есть как праздником возвращения света, тепла, жизни, все оживало, люди получали возможность выйти там из пещер и так далее. То есть вот как жить. Да, Ирина, если можно уточнить, можно ли привязать эту точку к географическим координатам, то есть можно ли связать небесные координаты и географически для того, чтобы спроецировать небо на землю, путь светил на небе, на землю, проекцию сделать? Сейчас вот нулевая точка, и чтобы ее спроецировать на землю, вот он сейчас показывает формулу, как вот какой-то треугольник. Треугольник, значит, один показатель этого треугольника, одна сторона будет означать высоту над горизонтом зените этого градуса, как я его сейчас понимаю. Второй будет означать расстояние от, вот он мне сейчас показывает вот это как раз эклиптику, расстояние от, ну, начала эклиптики, значит, там ноль. Да. Как в градусах. Вот. А третье – это как… почему-то он мне сейчас показывает на горизонт. Вот как третья сторона горизонта, вот как спроецированное… Что это? Ну, вот как… Потому что, да, я поняла тебя, от экватора до полюса высота, высота вот этого светила, она как меняется. И поэтому, вот, ну, можно так сказать, координаты этого горизонта тоже меняются. Сколько я сейчас его понимаю, то, что вот по этим трем точкам можно рассчитать на небе вот этот нулевой меридиан, а потом мысленно, вот как он мне сейчас показывает, ментальную конструкцию составить, что ты смотришь с неба на землю и по этим же трем точкам составляешь, где будет спроецированным на земле. Это очень похоже на метод Local Space, который вот… Да, сейчас показывает, как… Да, и между прочим, он мне говорит, что с других… Вот сейчас мне говорит Ларгишет, что с других планет… планет… Да, и Метатрон тоже говорит, с других планет будет видно, что Земля будет одним из небесных тел, которое будет тоже иметь свои градусы. Вы даже не удивляйтесь тому, что, например, марсианские или венерианские гороскопы в тот период, когда люди там жили, они тоже использовали, но вот эти описания для составления карт рождения, включали в себя Землю как одну из планет. Поэтому, да, можно высчитать, то есть ответ на этот вопрос положительный. Что касается Канарских островов, опять же, у меня сейчас плазмой довольно странно показывают карту Земли. Это бы, конечно, хорошо спроецировать на физическое какое-то носительное, на какую-то физическую карту. Ну, линия, которая проходит через Исландию и Канарские острова. Это такая прямая линия. Сейчас я ему представлю. А, он мне сейчас показывает, она где-то потом идет посреди Атлантического океана. То есть где-то там вот недалеко Бермудские острова? Бермудские острова, это немножко там западнее. Это там нулевая точка Водолея через Бермудские проходит. 60 градусов западнее. Ну, посередине, я просто сейчас говорю, что посередине Атлантического океана. Да, да. Вот как раз посередине Атлантический хребет. Вот что-то можно сказать есть? Это является ли какой-нибудь точкой? Это раньше было не хребтом. Раньше, когда был единый континент, это было вот как он был соединен. И вот эта вот часть, которая ушла под воду, вот как вот этот вот хребет, она была раньше как горы. Я бы не назвала там, я бы не назвала там высокими горами, они скорее как холмы, в любом случае это было гористое место. И в результате войны, когда уничтожали землю, уничтожали людей, но там было много поселений, в том числе в том районе, вот как раз посреди Атлантического океана, но уже в районе Бермудских островов, была как раз столица, можно сказать, самый главный большой город Земли. Вот, и чуть от него, вот он мне сейчас показывает, вот от этой столицы. А как она называлась? Ну, это уже на разных языках, они просто сейчас говорят, столица Земли. А там вот контактер, который жил в Америке, выскочил из... Он говорил, что на дне Бермудского треугольника лежит кристалл Атлантов, который вот вызывает эти вот необычные вещи. Ну, Атлантида, она была, он мне сейчас показывает в другом месте, но она была тоже на вот этом вот Атлантическом океане, она как южнее. То есть, чуть юго, восточнее, выходит от Бермудских островов. Это тоже был город. Ну, вот он мне сейчас так показывает. То есть, то, что мы называем страной, да, я помню, вот именно, значит, то, что он называет страной, это вот отдельный город. И вот он говорит, то, что в древности, то, что сейчас называют разными эпохами, там, Лемурия, Атлантида, еще что-то, это различные города и различные эпохи существования этих городов. То есть, даже, может быть, одних и тех же, но просто в описании разных авторов и в описании разных эпох. Потому что люди, которые там жили, их духи воплощаются на Земле и могут что-то вспоминать. Могут что-то описывать. Это как свой исключительный опыт. Так что, да, если рассчитывать таким методом, которым вы сказали, действительно, вот этот вот нулевой меридиан будет проходить примерно посередине Атлантического океана, как раз по тому месту, где была вот эта вот линия городов. который потом утонулено. Вопрос такой, вот почему, ну, если я сейчас понимаю, что земля или место проживания на меня сильно влияет, я живу в Ташкенте, это одно влияние в Уфе, и причем не потому, что там город богаче или красивее, или теплее, то есть совсем не потому, а именно география. География – это некая энергетическая сущность. Перемещаясь, мы получаем влияние. Почему вот это влияние, ну, то есть два вопроса даже. Действительно ли это есть влияние пространства? И второе, если это есть, почему эта информация сокрыта? Она очень плохо дошла до нас через глубину веков. Или, ну, у меня есть гипотеза ответа, что может быть потому, что люди раньше не перемещались практически, жили как деревья. Вот, посадили его там, и он там и живет, и ему нечего знать, что где-то у него будет другое влияние. Вот, то есть влияние пространства почему сокрыто, и вот об этом немножко. Вопрос дополнительный к этому. Являются ли задачи на воплощение тоже фактором, влияющим на это? Потому что в зависимости от того, какие планы на воплощение мы себе задаем еще в духовном мире, соответственно, в эти места мы перемещаемся потом впоследствии, во время воплощения. Да, очень интересный первый, второй вопрос. Это тоже интересно. Итак, да, на человека влияет пространство, потому что в каждом пространстве существует своя уникальная энергетика, которые связаны с напряженностью, как магнитного поля. Потому что магнитное поле на самом деле, это еще земные приборы, не могут уловить в полном мире, они только там часть покажут, но магнитное поле на Земле, оно неоднородное, оно имеет разную напряженность, разные какие-то как линии. И вот эти вот магнитные линии, магнитного поля, вот как линии, это вот потоки, в котором течет эта энергия. Это можно рассчитать? То есть вот подается ли это формулам и расчетам? Что рассчитать конкретно? Энергию пространства. То есть как на меня влияет УФА, как влияет Москва, то есть или это чисто эмпирическая штука, которую надо поехать и проверить, или это можно рассчитать? Можно рассчитать, но не все. То есть можно рассчитать, вот как влияние магнитных полей, ну то есть в зависимости от магнитной заряженности вашего тела, ну вот как в любом человеке есть магнитный материал. Ну вот, например, в каждом атоме, ой, в каждом эритроците есть атом железа. И железо, это является магнитным материалом. Ну вот, как каждый атом, он тоже обладает таким, ну мы его называем открытым магнитным полем. Да, и всего во взрослом человеке около 6-7, а то и больше грамм железа, которые находятся у него во всем организме. Поэтому разные линии магнитных полей, они по-разному влияют на движение вот этих вот эритроцитов, а соответственно самочувствие, вот как он сейчас показывает, на самочувствие человека. То есть на физическое тело. Да, то есть это влияет на физическое тело. И именно поэтому многие замечали, что на поверхности Земли им находиться комфортнее, чем, например, на высоком этаже. Возможно, это не все замечали, но люди чувствительные, они могут это заметить, что им нужно походить по Земле. А когда ты ходишь по Земле, с Земли поднимается вот эта вот энергия и с высотой, вот как она падает, ее напряжение. И если не ходить, то вот как недостаток магнитного поля, вот оно сейчас показывает, как дефицит. Это что касается магнитного поля. Что касается взаимодействия уже эфирного плана, то есть как эфирных полей человек, его жизненной силы, если говорить по терминологии между звездом Союза, это один из видов эфира. Лепрана, как мы называем. То есть она дается при рождении, при воплощении, и при том она еще вырабатывается самим духом в теле. И модулируется его эмоциями, чувствами, желаниями и мыслями. Как заряжается. Так вот, в пространстве, кроме магнитных полей, существуют еще эфирные поля, как мы уже говорили. Это прослойки между разными уровнями плотности. Вот это рассчитать уже не существует. как формула в вашем математическом аппарате, потому что не существует данных об эфирных полях, об числовом наполнении этих формул. То есть отсутствуют в вашей науке данные об характеристиках этих эфирных полей. А через астрологию можно зацепиться за это? Зацепиться? Да, через астрологию можно, но там нет формул в общепринятом смысле слова. Те формулы, которые пользуются астрологи, это как астрономические. То есть расчеты планет и так далее. Но влияние можно описать не формулами, а… Интерпретацией. Да, то есть пониманием степени совместимости индивидуальной жизненной силы человека, то есть заряженной его духом, и того места, где он находится. Ирина, а вопрос, вообще важно ли влияние для меня лично, для вас, для всех, важна ли информация о том, что есть места, которые влияют позитивно, и может ли быть такое, что я живу в том месте, которое мне мешает моим целям. И если это так, то почему информация об этом, опять-таки, повторюсь, ее нет ни в литературе, ни в общем-то… Кроме того, что вот есть легенды о том, что мать-земля там, богатыри с собой брали горсть родной земли, о том, что, значит, вот как бы на могилу принести горсть своей родной земли, кто если погиб где-то далеко. Ну, то есть сакральный смысл места проживания и силы, оно есть. Оно есть вот в магии у Кастанеды, магия, то есть сила земли очень много описывается. То есть если эта сила есть, то почему об этом не говорится? Говорится мало. Потому что это говорится, вот Светланд Геш говорит, это говорится в основном с точки зрения видения плазмоидных цивилизаций, так как именно с их уровня хорошо виден вот как эфирный обмен энергии, влияние различных энергий на пространство и влияние различных энергий на тех воплощенных духов, которые живут в этом пространстве. Но человек всегда открытая энергетическая система, то есть не только пространство влияет на него, но и он влияет на пространство и возникает такой либо баланс, либо дисбаланс энергии. И насколько это важно? Это важно, но, как сказать, не то, что не для всех. Есть более чувствительные люди, есть менее чувствительные люди и есть с разной силой энергетики, ну вот как жизненные силы, вот этой вот, которая, кстати, зависит в очень большой степени от веры в себя, ну вот как от уверенности в себе, от веры в свои действия, вот как в свою самостоятельность, да? Да. И чем вот увереннее человек в себе, тем он увереннее будет, чем увереннее мысли он будет заряжать свою жизненную силу и тем активнее он будет переделывать это пространство, ну вот как строить. То есть, даже если он попал в какое-то место, которое, ну как, нет негативного и позитивного влияния. Есть либо баланс, либо дисбаланс энергии. И на самом деле любое положение можно исправить. Либо ухудшить даже самое хорошее положение к каким-то негативам своим. Он мне сейчас так говорит. И в этом как раз возвращаясь к вопросу Марии насчет жизненной задачи, да, место, то есть точка воплощения выбирается не случайно. И, ну как мы уже говорили, что семья выбирается не случайно для прохождения какого-то опыта, но и время воплощения, время зачатия тоже выбирается с учетом того, где будет совершено это зачатие и где будет совершено рождение. То есть для энергии, для гармонизации энергии важна не только дата рождения, но и дата зачатия. Он мне сейчас говорит, потому что это как первое соприкосновение духа с родовым эгрегором. Он проходит через родовой эгрегор и ждет, пока родители зачнут его тело. он находится рядом с ними в астрале и при соединении женской и мужской клеток половых вводит в нем свою жизненную энергию. То есть эта энергия у него уже есть. И когда он находится в астрале, то вот эта вот его жизненная сила, она взаимодействует, уже начинает взаимодействовать с окружающими эфирными полями. Но когда ребенок рождается свет, то есть это появление первого его вдоха и отрезание пуповины, вот он мне сейчас показывает, это уже развертывание вот этого цветка жизненной силы, цветка жизни, который был заложен в него момент зачатия. То есть это имеет тоже значение, как он сейчас говорит. Да, очень интересно. Поэтому это тоже входит в круг жизненных задач, в том числе преобразование пространства, где он живет, пространства любви. Вот очень такой интересный момент. Нам в проекте известны три расчета нумерологических наших межзвездных друзей, древо жизни и чекральной системы. И нигде в них не используется например место рождения или место проживания. То есть говорит ли это о том, Да, то есть это вопрос, да? Да. Говорит ли это о том, что на самом деле место играет не самую первую роль в структуре духа человека, то есть где он родился? Да, не то, что не играет самую первую роль, просто цель этих нумерологических систем в Мирзвездном Союзе это объяснить задачи воплощенного духа именно духовного уровня, но не объяснить задачи его в взаимодействии с пространством. Это считается одним из обстоятельств воплощении. и считается, что если человек желает узнать свои законы взаимодействия с пространством, то он это выяснит через свое высшее я, через контакт с плазмоидами, но не ставит задачи вот эти вот, как Ислер, Бурхат, да, самостоятельную систему по расчету взаимодействия с этим пространством. Во-первых, они довольно мобильные существа, они вообще привыкли с планеты на планету путешествовать, а не то, что по одной планете, да, поэтому они уже привыкли, вот он сейчас говорит метатрон, преобразовывать любое пространство под свои как нужно. То есть чем более высокодуховная сущность, тем больше у нее энергии преобразовать пространство под себя, где бы они не доходились. но да, особенно если это осознанно происходит, то есть человек осознанно понимает, как на нее пространство влияет, но в Межзвездном Союзе нет необходимости это указывать отдельно, они это чувствуют, их обучают взаимодействие с вашим я, их обучают взаимодействие с плазмоидными мирами, а они уже можно сказать в детстве, это все в семье обучают и они уже в детстве, ну, и земные дети есть, которые как общаются с невидимыми друзьями, вот у них там это более осознанно плазмоидными. Ирина, вот очень важный вопрос, вы сказали, что у них вот с детства что-то вот, у меня возникло предположение такое, что вот мы, например, люди, мы протягиваем руку к печке и чувствуем горячесть, потом обжигаемся, в общем, то есть знаем, что это горячо, то есть мы об этом знаем. Можно предположить, что люди, которые, значит, вот о которых вы ведете речь, существа, они то же самое чувствуют пространство, то есть пространство более там для них заряжено каким-то образом, менее, то есть мы этого не чувствуем, мы перемещаемся, то есть у нас нет органа, такого органа, который бы сказал, вот я приближаюсь к Москве, а Москва-то мне в принципе более напряженно, то есть есть ли какой-нибудь чувствительный элемент? Он как не в теле, есть, но он не в теле, это им как высшее я, то есть это как контакт с высшим я подсказывает. Ну, простой пример, вы можете в этих контакт с высшим я и спросить, например, подходит ли вам по энергетике то место, где вы находитесь, то есть ваше высшее я это всегда чувствует, оно всегда чувствует все ваши энергии, ваше духовное сердце это и есть тот инструмент, который является самым точным индикатором всех ваших состояний, всех ваших пространственных обменов энергиями и, конечно же, наличие и количества и вида кураторов, которые тоже вам помогают гармонизироваться в этом пространстве, то есть даже если человек, вот он мне сейчас показывает сейчас человека, который попал в негармоничное для себя пространство, переехал, и он начинает чувствовать там какое-то угнетение, отток жизненной силы, потому что этот отток существует, потому что у него негармоничный обмен с окружающими эфирными полями, но если у него есть, можно сказать, хороший контакт с плазмоидами, он с ними дружит, он наполнен именно со светлыми, они в любом случае придут, они помогут ему гармонизироваться, они подскажут ему, как это сделать, и они будут сами давать энергию для того, чтобы правильно выстроить линии этого поля, и человек почувствует себя легче, то есть они знают эти законы энергообмена более совершенно, чем люди, потому что они живут, и даже более совершенно, чем гуманоиды, потому что, не потому что гуманоиды этого не изучают, а потому что не на своем уровне плотности, мы тоже знаем многое на своем уровне плотности, что недоступно плазмоид, вот как это. Иван, у вас были вопросы? Да, да, я хотел еще продолжить, если можно, вот, вы уже сказали о том, что есть определенная вот эта сетка энергетическая Земли, и я бы хотел узнать, есть тоже некая теория, Дмитрий про нее знает, это вот линии Леи так называемые, связана, ну, верна ли эта теория, связана ли, вот, она действительно с вот этими энергетическими меридианами, знают ли наши друзья и по названию лучше объяснить суть, потому что эти фамилии им ничего не скажут, они по энергии воспринимают наших контактеров по энергиям, и наши фамилии для них ничего не... Есть Сел Рейчел, контактер, ну, Ченнелер, Ченнелер, Сел Рейчел, у него много книг, он описывает, что Земля имеет энергетическую сетку, он их называет линии Леи, линии Леи, и он говорит, что вот эти линии Леи, это линии, по которым течет какая-то энергия, вот, и каким-то образом эти линии Леи связаны с пирамидой Гиза, вот, то есть есть ли какая-то связь сакральных мест, таких как пирамида Гиза, линии энергетики? Вот он мне сейчас показывает, если это имеется в виду та сеть, которая как бы проходит по поверхности Земли, ячейки которой по площади примерно равны, вот он мне сейчас показывает, как чуть больше метра, то есть вот как квадраты, вот так вот идут линии с севера на юг, и с запада на восток, и они пересекаются и образуют такие как ячейки, это вот это имеется в виду. Скорее всего, наверное, нет, это, наверное, он про решетку Хартмана, Витмана, я сейчас упустил. Я еще раз говорю, они им афориумы ничего не говорят. Ну вот, если это про энергетическую решетку и связь с пирамидой Гиза есть какая-то информация, то мы бы были признательны, то есть пирамида Гиза, она связана ли с этой энергетической структурой, или это просто археологический такой артефакт? Любой археологический артефакт, будь то пирамида, дольмен, древний храм или капище, всегда ставились с учетом энергетики места. По каким линиям они их выстраивали? Они выстраивали по таким линиям, как им подсказывали их кураторы плазмоиды с того или иного уровня плотности. Причем я хочу сейчас сказать очень важную вещь, Ларгиш мне сейчас говорит, то, что видно с одного уровня плотности одним образом, а с другого уровня плотности другим плазмоидом может восприниматься совсем по-другому. Вот он мне сейчас показал, что земля выглядит как объемное пространство, выглядит как объемная сеть, и почему-то она такая волнообразная. то есть как волна, и в этой волне существуют ячейки, которые светятся разным светом, один более светлым, другой тусклым каким-то, другие вообще как черные провалы. то есть как вот эти черные провалы в энергетической сети земли образуются как раз от накопления в этом пространстве астральных негативных мыслеформ, которые уже влияют на энергетику, вот как на эфирный план. То есть дух влияет на материю в этом случае отрицательно. вы просто думаете, что каждая мысль, эмоция или желание у вас были и испарились бесследно. Нет, не так. Они бесследно. А имеет ли некое сакральное значение вот расположение пирамид египетских, что именно в этом месте, в этой географической координате? Не только в расположении пирамид египетских, но и расположение других пирамид, вот он меня сейчас показывает, которые вообще как-то под водой. А также есть как в горах пещеры, в которых есть пирамиды. Они как небольшого размера, но они есть. Вот как. А также есть пирамиды, которые показывают под землей, как больше на курганы похожи. Тоже они строились в том числе и в России, в степных районах очень давно. Также известный факт кавказские дольмены, которые являются очень многие древние пирамид, а многие их современники. То есть это как кавказский регион. И сакральное значение расположения этих дольменов и пирамид имеет такое, что эти пирамиды, дольмены, храмы и капища, да, храмы древним богам и капища, это были как места исцеления или контакта с плазмоидными мирами. Чаще всего они располагались на так называемых энергетических точках, которые называют энергетическими центрами или мини-чакрами земли. Но вот как очень большой как портал, вот есть такой энергетический портал к плазмоиду. там все пространство заряжено определенной энергией, более усиленной, вот он сейчас говорит, мощность выше. Вот, например, есть более крупные чакры, а есть менее крупные чакры. Вот нужно просто сейчас, если буду Ирине показывать образы, это только ее запутать, это нужно обозначать на карте. Я сейчас просто скажу о том, да, где находятся эти точки, но они тоже имеют свойство к перемещению, потому что все эфирное поле Земли, оно тоже как вращается относительно физического мира, это не эстетично. Они тоже как перемещаются в настоящий момент времени, но они перемещаются медленно, в настоящий период времени, например, если мы говорим про Россию, более или менее, потому что Ирина знает территорию, представляет себе карту, крупные образования, энергетические порталы, которые мы бы назвали крупной чакрой Земли, энергетическим центром для обмена с космосом и именно поэтому там порталы, можно сказать сгусток порталов, он находится примерно на географической широте и долготе, где находится исток реки Акар. Там, кстати, древнее святилище и вода вытекает, она тоже имеет такие свойства целебные, как заряженные. Какой размер, ну, приблизительно вот этого места, это какой порядок, километр, десяток километров. А, то есть сам исток вот этот вот. Ну да, вот именно это. Самый центр, вот это, как эпицентр вот этой зоны, он в пределах, вот он сейчас показывает, чуть больше трех километров, вот как вокруг. Влияние распространяется дальше, то есть может и на сотни километров, то есть зависимостью от активности, опять же, цикличной активности плазмоидной цивилизации, которая зависит и от цикла Солнца, и от цикла Луны, вот как общий ритм природы, как я его насколько могу сейчас понять. И какова энергетика этой чакры? Это положительная энергетика, то есть там положительные плазмоиды, которые создают вот как свет, то есть если вы посмотрите на энергетическом уровне на этом местном, то там будет очень сильно светиться пространство. И в древние времена там было много, вот в этом районе было много вот как не то, что так, вот как капиш, и место, где волхвы исцеляли людей, то есть вот там есть такое место, где ключ бьет из-под земли, и там они делали, вот он мне показывает, какой-то деревянный типа корыто, только такое, вот как чашу, и там они набирали воду и чили, и сейчас там существует, и сейчас там существует вот место, куда люди приезжают, то есть как паломничество, хотя физически, ну, этот вот ручеек, он ничем не отличается, например, от других ручейков, которые ну, там в нескольких километрах от него, но там, конечно, сейчас, вот он сейчас показывает, как место, просто как исток оки, но люди, которые туда приезжают, они чувствуют особо энергетику, то есть вот как приобщаются. Очень интересная информация, Ларгиш, скажи, пожалуйста, и один, да, другой в России, вот который тоже Ирина знает, ну, он поменьше, как энергетический центр, и он даже не энергетический центр, а энергетической линии, которая повторяет разлом земной коры, ну, вот как геологическое образование физическое, из него выходит энергия, геоэлектрическое так называемое энергия, и она, поднимаясь вверх, вызывает, ну, вот как эфирное, в эфирном пространстве вызывает такие вихри, вот он сейчас показывает, вот как туннель, и вот так вот закручивает. Это вот как раз находится, Ирина знает, это недалеко от ее места рождения, да, я поняла, про что ты говоришь, это вот как раз новохоперские аномальные, так называемая аномальная зона, потому что там существует много плазмоидов, существует очень много наблюдений, неопознанных летающих объектов, и много встреч с так называемой памятью поля, то есть пространство запоминает определенные вещи, но вот как образы тех людей, которые там были, и потом их можно сфотографировать, то есть это как хроники Акаши. Очень интересно узнать, это положительная заряженность этих мест и других мест, с чем она связана, связана ли это с энергетикой людей, которые там жили, и их взаимодействие с плазмоидными цивилизациями, что влияет на такие места? То есть что влияет на создание этих чакр? Да, на их высокую вибрационную заряженность. Да, а они что влияет на эти чакры? Влияют, ну в первую очередь это влияют те светлые плазмоидные цивилизации, которые живут в этом месте, они создают портал, то есть как сговорились и создали портал в одном месте, которым они пользуются для своих нужд, например, для перехода из мира в мир, например, для влияния на физический мир в плане как наблюдение за ним, выполнение всех функций возможностей, создания душ животных и так далее. И бывает, да, были такие порталы задолго до существования разумного человека, вот как по земле, то есть задолго до открытия земли, тумисоцами, уже были такие порталы, потому что были здесь плазмойные цивилизации, но люди, которые сейчас живут, попадая в эти пространства, естественно, они могут либо усиливать своим цветом, либо уменьшать и даже закрывать эти порталы и менять их на отрицательную, если они излучают негатив, потому что третий уровень плотности предполагает очень плотно заложенной энергии в этой материи и очень большую мощность того божественного света или противоположности света, который этот дух, воплощенный в этом теле, излучает. Спасибо, очень важная информация. С чем связано перемещение эфирного тела, эфирного поля? Почему оно меняет свою позицию? Потому что оно не статично относительно физической реальности, они как не то, что вращаются, это как одновременно вращение и одновременно как наложение одной волны на другую. Вот такие движения сейчас показывают. Это закон природы, ничего в природе нет абсолютно статичного, все движется. Ирина, вопрос такой, я занимаюсь влиянием пространства, то есть у меня есть формулы, я учу людей, с точки зрения ваших высоких гостей, контактов. Иду я, как бы конструктивную я работу веду, то есть это нормальная работа или где-то значит есть что-то, где надо ну как бы тормознуть и подумать. Хороший вопрос, сейчас у меня Гвардин улыбается. Метатрон, у него такой как Архангел и он такой с таким довольно светлым лицом как белым. он говорит, вы же чувствуете, да, он говорит, Дима, Дмитрий, вы же чувствуете, ваше сердце говорит вам, что вы несете добро людям и помогаете гармонично жить. Ну я так думаю. Он говорит, я вам это говорил, то есть подсказывал, он говорит мне почему-то, что у вас есть периоды либо есть, либо были в прошлом, но опять же для них время относительно, они могут. Ну вот смотрите, про периоды, про периоды просто я занимался не этим делом, надо было просто жить и выживать, то есть у меня трое детей, там семья всякое такое, то есть просто надо было тупо где-то работать и что-то зарабатывать, потом я возвращался, то есть вот эти вот колебания могли быть связаны вот с этим, с нашим, с нашим удивительным временем, в котором мы имеем счастье или несчастье родиться. Он мне сейчас показывает, что вот вы вот ночь вот он мне сейчас показывает, что был период, вот вы ночью не спите. Ну это когда чичать, такое часто бывает. То есть вот как вы не спите, потому что, вот он мне сейчас говорит, потому что вы думаете о том, как это лучше как донести, как это гармонично вписать не то, что в науку, а в представление обществе, адекватно о донесении информации, если так. И больше всего меня волнует вопрос, вот почему об этом так мало люди думают. То есть если, ну вот я-то убежден, что земля влияет, то есть я много перемещался и на себе. Вот. Но люди придают этому небольшое значение. Вот Мария, наверное, тоже знает, то есть родилась в Москве, переместилась в Германию, а Ирина, вы тоже, наверное, перемещались, да, то есть или живете, где живете. Ну, а перемещение, опять же, это играет роль уже на десяток километров, насколько я понимаю, от места рождения. На много километров, да, да. То есть, ну, я вот в Ташкенте, в Уфе, потом в Самаре, в Москве. Я сейчас живу за 250 километров от своего места рождения. Ага. Вот, Ирина, все-таки люди вот обращают внимание на картинку, то есть, я хочу поехать в Америку, потому что там хорошо, там зарплата, там еще что-то, то есть, дети будут, в конце концов, не я, так дети поживут, да, то есть, вот, люди мыслят вот такими, иногда людей заносит, то есть, иногда судьба заносит, то есть, мы же все сейчас перемещаемся, перемещаться стало легче и легче, может быть, нас судьба тоже, вот, не зря носит, вот, перемещает, то есть, меня вот вынесло с Ташкента в Уфу, потом с Уфы в Самару, потом в Самару Кемерово, и в Кемерово, вот, у меня там был резонанс сильный с... Я вас понимаю, я после того, как познакомилась с Максимом, у меня было в жизни с ним столько путешествий, ну, по земле именно, конкретно, сколько не было с момента моего рождения и до встречи с Максимом. А это Максим, я не знаю просто. Максим, это руководитель нашего проекта, Максим Русан, да, он меня, ну, как возил же по ретритам, возил по городам, чтобы можно было там позаниматься с людьми, провести ретрит, и мы там жили от, там, недели, от недели до месяца, да, ну, в разных местах, вот, я хочу сказать, что я, он мне даже так и сказал, что мы и на машине с ним ездили, и на поезде, и на Байкал мы там на самолете летали и так далее, то есть, это для меня было вообще первый раз в жизни, вот такой вот новый опыт, вот эти все перемещения, раньше я думала, что как-то, ну, не особо люблю путешествовать, я такой, это массив, но потом я почувствовала, что я с интересом жду смены впечатлений и этого переезда, то есть, это как новое что-то, для меня новые впечатления и интерес, вот, ну, когда я приезжала на новое место, мы уже были много, где именно в тех местах, энергетически сильных, заряженных, где вот альмены, как раз вот эти все и так далее, где там существуют различные, ну, как базы, можно так сказать, инопланетные, вот в этих вот районах, и я хочу сказать, что сколько я сейчас мест перебираю в памяти и никогда не помню такого, чтобы было какое-то отторжение, я когда приезжаю на новое место и выхожу и смотрю на природу, особенно если это природный какой-то ландшафт, я смотрю на природу и я всегда посылаю светлой любви тем плазмойдам цивилизациям, тем духам природы, которые там находятся, я благодарю их за прекрасную природу, за деревья, за воздух, за то, что я могу наслаждаться этим видом, и я чувствую, они мне отвечают, и даже если это место мне не подходит, ну, например, порождение может быть, я как поняла вашу теорию, я чувствую, что они мне помогают, они меня гармонизируют, поэтому у меня не было никогда какое-то, не знаю, чувство угрозы в этом пространстве, отток энергии, я чувствую себя везде гармонично, почему? Вот это мой личный опыт, потому что я чувствую везде себя, в пространстве взгляда, где меня видит Бог, я всегда себя чувствую в Его руках, и любое пространство наполнено Его светом, для меня, так, моё восприятие. Я хочу поддержать Ирину высказывание, Дмитрий, и поделиться с вами своим осознанием, благодаря проекту Кассиопея, благодаря информации, которую я получила через Ирину от наших кураторов, благодаря Максиму, конечно же, в первую очередь, я осознала абсолютно точно, почему я оказывалась в том или ином месте на планете, почему я из России оказалась в Германии. То есть все мои перемещения связаны именно с ростом для моего духа, с осознанием каких-то кармических ситуаций, которые, скажем так, вредили развитию моего духа, и для того, чтобы я этот опыт переработала, для того, чтобы я, что называется, привела в баланс те энергии, которые я, например, в прошлых воплощениях или в другие времена своей жизни понизила, чтобы я их снова подняла, получив опыт в той или иной местности. То есть я уверена, что если мы находимся на связи со своим высшим Я, то мы всегда будем оказываться именно там, где нам нужно быть. И пословицу «хорошо там, где нас нет», я переделала для себя «хорошо там, где мы есть», «хорошо там, где я есть». Вот. Поэтому у меня вот такое осознание проверенное на практике, приобретенное на практике, что я оказываюсь именно там, где мне нужно быть. И там, в этом пространстве, в этом месте, в этом городе, в этой стране все вокруг меня развивается мне на благо. помогает. Попытно будет сопоставить с вашими астрологическими данными. с удовольствием. Ирина, еще вопрос такой, можно ли использовать пространство для того, чтобы получать новый энергетический опыт? То есть вот вы сказали, что вы выходите в каждое новое место, и вы видите новый ландшафт, и шлете значит, благость во внешний мир. Благодарность. Да, благодарность. Я, например, могу рассчитать, что вот это место, где у меня включаются с моей точки зрения энергии, ну, допустим, плутонианские или энергии нептунианские, где там я могу больше медитировать, или где у меня воля усиливается. То есть и поехать я туда могу на один-два дня, то есть целенаправленное такое вот, ну, не просто поехать на место, которое рекомендовали, а место, которое рассчитал для того, чтобы получить опыт вот этих энергий. Это вообще вот можно такое использование пространства, чтобы получать опыт и возвращаться. Вот, то есть с помощью теории землеточек, с помощью вот этой теории. То есть, например, не обязательно, то есть не обязательно переезжать, переезжать вот именно там безвозвратно, а я хочу поехать в Магадан, где у меня включается Плутон, я хочу неделю пожить, посмотреть, что во мне меняется, понять себя немножко по-другому, то есть я становлюсь немножко другим. Вот этот вот опыт как-то для землян интересен он или нет с точки зрения ваших вот контактов? Да, это интересно, вот сейчас Метатрон говорит, но это интересно только при определенном уровне осознанности. Да. То есть к этому необходимо подходить как, не как к застывшей догме, которая непременно случится, а к этому необходимо подходить с той осознанностью, что это влияние мы можем корректировать и мы можем, да, на пользу, мы можем это знание о землеточках, вот, которые вы говорите, обратить себе на пользу, вот как земляне могут обратить себе на пользу, в том числе и для духовного развития, для физического развития, для энергетического развития и социального тоже развития, потому что каждая планета это образ определенной энергии, в том числе эфирной, которая, проецируясь через магнит и сферу Земли на эти точки усиливает те или иные качества в душе самого человека, ну, или уменьшает, если говорить сейчас немножко языком более приближенным к практике, практичности. А имеет ли, имеет ли вообще будущее так называемый вот такой вот географически осознанный туризм, то есть не ехать смотреть там Эйфелеву башню, а ехать на определенную конфигурацию своих планет для того, чтобы, ну, то есть само понятие вот такого туризма, оно изменится, то есть человек, опять-таки, вот правильно сказали, что это не обязательно произойдет, но человек к этому готовится и он хочет этого узнать и, ну, в принципе, наверное, к этому туризму будут приходить люди, которые более-менее готовы и что с ними произойдет, это тоже загадка и, ну, такое исследование, то есть у кого-то может это то есть туризм такого плана он имеет место? это туризм он имеет место такое быть, астрогеографический туризм он вполне возможен, опять же, при определенном уровне особенности и обязательного объяснения с вашей стороны, то есть человека, который будет выстраивать карту за путешествие мастера по астрогеографии, обязательного объяснения с вашей стороны человеку, что приехав туда, он не ждал так чудо, а работал над собой и это лишь усиливает имеющуюся в нем возможность способности или уменьшает негативную или усиливает позитивную, но не работает вместо него. да, 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 вот интересно, конечно, посмотреть и ваши вот карты, и Марию, и ваши Инна. Мне тоже интересно. Дмитрий, а поясните, пожалуйста, что конкретно в этих картах и конкретно о этих местах вы рекомендуете, то есть вы говорите или определяете, что для человека, ну, какими или какие энергии или что человек получит в этих местах. у вас сейчас как вот Амед Витрун говорит, что усиливается в натальной карте человека. Я ведь это... Именно. То есть смотрите, на примере больших, ну, как бы у меня очень много примеров, ну, то есть я не просто же, у меня много исторических примеров, да, я знаю, что, например, Ленин, Сталин, Троцкий, да, у них Плутон находится на высшей точке в Санкт-Петербурге и в Москве, да, то есть они не зря стали, то есть можно относиться к ним плохо, хорошо, неважно, но они люди, которые изменили мир, то есть они перевернули весь мир, начиная Россию и весь мир там, как бы, то есть у них вот эта вот плутонианская энергия, да, и, но я, у меня тоже есть место, у них в Москве и в Санкт-Петербурге, у меня тоже есть место, это Магадан, да, никто в Магадан не едет, да, вот с точки зрения теории землеточек можно поехать в Магадан мне, для того, чтобы включить похожую конфигурацию и понаблюдать, что со мной происходит с точки зрения воли, с точки зрения задач, которые приходят ко мне в голову, то есть с точки зрения какой-то силы другой, да, то есть это, ну, я не стану Лениным и Сталином, конечно, да, но это будет какой-то мой опыт, связанный с такими же похожими энергиями, вот, если я поеду на Венеру, то это опыт, ну, вот это любви, чувств, да, то есть и так далее, то есть не обязательно я там встречу свою вторую половину, хотя может быть и такое, да, что там именно вот люди, которые тебе симпатичны будут, но я могу себя почувствовать, что я включаю в себе больше чувства любви, того, чего я не мог включить в другом месте, там оно открывается. Вот он мне сейчас говорит, я поеду на Венеру, сейчас, чтобы наш телезритель не понял нас неверно, Дмитрий сказал, что он не поедет на Венеру, планету, он поедет в то место, которое согласно закону резонанса энергии и пространственных, которое согласно закону резонанса пространственных энергий будет усиливать в нем действие его Венеры в том доме, и в том градусе, в том доме гороскопа, в том градусе и в том знаке, где оно у него находится. Да, именно. То есть, именно это он сейчас имеет в виду, если сейчас Дмитрий, конечно, понимает, о чем идет речь, потому что я не совсем понимаю, вот, но я надеюсь, Дмитрий понимает, о чем идет речь. Это имеется в виду проекция на Земле. Да, 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 есть места, где проецируется. Есть такая вероятность, что он сейчас говорит, что поехав в место, где усиливаются венерианские энергии именно конкретно для вас. И у другого человека это будет другое место. Конечно. А не то, что есть вероятность, а однозначно у каждого своего. Но есть такие люди, которые будут совпадать в этом. То есть, вот как есть. И если приедете на то место, где будут усиливаться венерианские энергии, это даже не обязательно будет означать, что вы там встретите свои любимые. Может быть, это будет означать, что вы напишите стихотворение. Может быть, это будет означать, что вы услышите в этом месте песню, которая перевернет ваше душевное устроение. Да, да. То есть, что-то связанное с искусством и так далее. Красота, гармония, искусство. Да, именно, именно. Вот. То есть, это необходимо людям будет пояснять, он мне сейчас говорит, чтобы они знали, чего ожидать, потому что есть риск разочарований. Есть люди, которые уже построили в себе определенную мечту в ментальном пространстве, определенную фантазию, могут становиться с разочарованием, если она не материализуется. Они просто, если они не будут понимать законов обмена энергии. Да, вот мне интересно. То есть, в принципе, получается, что, используя Землю, мы можем переместиться вот в любой момент, хоть сейчас сесть в самолет, улететь, в то место и включить какие-то паттерны свои, да, согласно планетарным, то есть, ну, Марс – это активность, Венера – это красота, гармония, Нептун – это вдохновение, да, Плутон – это воля, там, что еще, ну, образно говоря, Юпитер – это уважение, да, или самоуважение, или там, и так далее. В общем, получается, что мы, просто используя силу Земли, можем переместиться и включить, ну, какой-то свой аспект, понаблюдать за собой, да, то есть, вот этот вот, тот самый ретрит сделать, да, вот этот вот удивительный, когда… Он мне сейчас еще говорит, вы не забывайте о том, что нужно это все рекомендовать, с учетом того, что это будет усиливать энергии, конкретно, это пространство будет усиливать энергии этой планеты, не только на энергетическом, психологическом уровне, но и на физическом уровне, то есть, например, ну, как бы, если человек желает поехать в зону Марса, где у него усиливается Марс, и если у него есть заплевание каких-либо головного мозга, за которые отвечает Овен там и так далее, то возможно обострение. Да, 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 то есть там надо, конечно, это, ну, это палка… Астролога-консультанта, который… Это палка… В гармонии с натальной картой это делает. Да, палка, как всякая сила, это палка обоюдных концов, да, то есть есть как раз вот, наверное, вот. Ну, вот, Иван, у вас есть вопросы? Я-то, в общем, очень рад, что вот с вами поговорил, я, наверное, мы, наверное, вас утомили, вот. Да, разговор такой достаточно обширный получился. Ну, если можно, еще тоже я немножко спрошу. Вот, мы уже услышали про магнитные линии, которые существуют, вот эти магнитные меридианы, их воздействие на человека и на пространство. И вот хотел бы узнать про технологии, которые в древности существовали, ну, как, например, были летательные аппараты и антигравитационные платформы, да, которые использовали для строительства крупных архитектурных объектов, вот, связаны ли они как-то с этой энергией, использовалась ли эта энергия для каких-то вот таких целей технологического характера. Энергия земли, да, вот получается. именно энергия вот этой энергетической решетки земли. Антигравитационные платформы, антигравитационные приборы использовались не самими землянами в древней цивилизации, а теми пришельцами, которые к ним прилетали, и то не всегда, а в момент, когда нужна была помощь в строительстве какого-то крупного объекта. Иногда наполнительные оказывали эту помощь с тем, что перемещали. Вот мне сейчас показывают, да, я помню эту штуку, то есть на большой камень накладывается такой квадратик, и не квадратик, а такой, как предмет размером, ну, пачку сигарет, будем так говорить, и там нажимается кнопка, то есть это как не кнопка, а вот как место на корпусе, и возникает антигравитационное поле, которое позволяет его приподнять над землей и уже перемещать с помощью там веревок, так далее. Такое бывало, но это бывало гораздо чаще, там, раньше войны, 12 тысяч лет назад. И что это за методика, от чего она зависит? антигравитация, 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 особое поле той же гравитации, но направленной против, то есть это поле гравитона, которое вложено в вращающуюся электромагнитную обол, не оболочку, электромагнитное поле, то есть оно как начинается вращающееся быть, и в него вложено освобожденное гравитонное поле, и это все промоделировано специальным сигналом, который равен, не сигналом, а специальным вектором, который, этот вектор, равен притяжению вниз к Земле. и это включается благодаря тому, что энергия, которая содержится в этом антигравитационном приборе, она накоплена специальным материалом, вот он мне сейчас показывает, об этом лучше, это он сейчас говорит, потому что он тоже контактирует с прухацами, с томисоцами, то есть он тоже является их куратором, можно так сказать, из духовного мира, не только из землян, поэтому он знает эту технологию, то есть это как батарея аккумуляторная, которая накапливает энергию, в том числе от солнца, звезд, от тех же полей геомагнитных, которые находятся на Земле, то есть существуют различные устройства, и они накапливают эту энергию, и при включении кнопки они быстро преобразуют ее в антигравитацию. А вот легенды о ковре, самолете, сапогах, скороходах. Антигравитационная платформа наподобие твой, да, я помню, он сейчас просто показывает, он сейчас просто показывает планету Бурхат, где меня как раз поднимали на такой платформе, физически же там меня поднимали на такой же платформе, с которой я читала речь присутствующим инопланетянам, и это была как раз платформа, которая поднималась над землей. Это был не ковер, это было твердое покрытие, но тем не менее можно сказать ковер самолет, но вот как образно. Вот то есть получается на земле они были разной формы, они были круглой формы, овальной формы, квадратной формы, это не имело значения, это имело значение материал внешне, верхняя сторона, на которой стоит человек, была выполнена из одного материала, а сторона, которая повернута к земле из другого материала, и между этим материалом такие микросхемы, какие-то, он мне сейчас показывает как трубочки, и вокруг каждой трубочки какая-то спираль, она как из очень тонкой проволоки, какой-то никель, молибден, еще что-то, он мне сейчас показывает эти элементы, и вот по этим проволочкам течет энергия, которая подавляет гравитацию, но она имела свой запас полета, потом ее как нужно было заряжать, а вот именно энергия вот этих магнитных линий силовых, применялась ли она как-нибудь, или может быть были устройства, которые могли перемещаться вдоль этих линий, на земле, на земле, это не использовалось, это хотели использовать, да, я помню прекрасно про Николу Тесла, он как раз изучал влияние магнитной решетки земли, можно ли там оттуда брать энергию, можно ли там перемещаться, благодаря чему он открыл электромагнитный двигатель, и извлечение энергии из магнетизма электроэнергии и наоборот извлечение электричества из магнитного поля и наоборот из электрического магнитного создания, да, то есть но перемещение по магнитным решеткам земли пользу с их энергией это скорее характерно для других планет то есть это как не на земле технология была на земле таких не было а вообще энергию энергию земли можно преобразовывать в другие виды энергии там электричество тепло там еще что-то то есть она вообще если эта сила есть она может использоваться в каких-то других вещах чтобы приносить пользу то есть сейчас иметь ввиду эфир или магнит не разумно вот ну вот это сила которую я чувствую когда я перемещаюсь между точками то есть это видимо какая-то непонятная природа энергия но которая все-таки есть должна быть влиять на нас и соответственно это аналог какой-то наверное более тонкой чем вы сами говорили более тонкая энергия чем электромагнитная энергия то есть извлечение это вы имеете ввиду извлечение энергии из тех эфирных полей из которых состоят прослойки между мирами разной плотности и сами эти миры такие эксперименты возможны это называется прокол вакуума ведь на самом деле все пространство вокруг оно является вакуумом оно лишь временно заполнено атомами и полями то есть если оттуда убрать эти атомы и поля то это просто останется в само пространство мы его называем вакуумом чтобы проводить такие эксперименты по проколу вакуума и добычи свободной энергии вакуума или свободной энергии поля вселенной для этого нужно как разрешение и контроль ангелов природы 17 уровня который и плазмоидов того места иначе можно повредить как плотно-материальный мир так и плазмоидные миры потому что там громадное количество энергии начнет высвобождаться что может разрушить их миры и физический мир тунгусский метеорит это не эксперименты с такими видами энергии тунгусский метеорит это ядро кометы уже был у меня ответ я просто его помню потому что почему ядро кометы потому что явление вот у меня сейчас показывают показывают что это ядро кометы и да мне отвечали уже на эту тему это доказывается тем даже это ваши ученые знают это доказывается тем что за несколько дней до столкновения с кометой прошел как очень яркий как вы называете метеоритный дождь то есть земля проходила через реквоз а потом ну как натолкнулись друг на друг и почему не нашли осколки там были какие-то в ядро кометы кстати льда и при резком нагревании от атмосферы произошло быстрый переход из твердого состояния льда в газообразное то есть уже там минует жидкое и от этого выброс энергии вот он сейчас показывает но там еще были вкрапления камней но произошел взрыв и вот эти вот камни они просто рассыпались ну вот так их невозможно найти мы знаем что наши инопланетные друзья очень чутко следят за ситуацией с нашей планетой и за тем что вокруг нее происходит в том числе кометы вот то есть было им известно что никаких серьезных повреждений упала в той местности где не было как городов и не знали об этой комете но это нужно смотреть уже их базы их базы да где они были на каком расстоянии находилась эта комета как она как они рассчитывали там автоматически системы стоят то есть существует я просто знаю одно что существует астероиды астероиды большие метеориты большие камни вот как большие метеориты да астероиды и кометы которые летают вокруг земли их достаточно много что вы можете видеть по например кратерам луны амарсу перкурия вы видите насколько часто там случаются столкновения и именно ну не с теми мелкими что сгорают в атмосфере земли а крупными которые называют взрыв и которые могут долететь до земли до поверхности земли и причинить разрушение какие-то уже ее инфраструктуры ее городов и так далее то есть таких камней летает вокруг земли достаточно много и существует на Марсе и на Луне специальная команда ну как вот роботов вот она меня сейчас показывает под руководством соответственно говоря представителей Международного Союза которые в автоматическом режиме отслеживают орбиты всех опасных тел и специальным полем отклоняют они даже как их не взрывают а отклоняют в стороны потому что если их просто взрывать они могут рассыпаться на сотни мелких камней и потом орбиты будет еще хуже отслеживать неконтролируемый будет процесс Ирина важный для меня вопрос еще если люди если сознание людей вы говорили что важно еще сознание осознание всего перемещения сознательных если люди сделают шаг в сторону того чтобы стать более географически осознанными если люди сделают шаг в сторону того то что наше перемещение и наши эмиграции это не только погоня за хорошими местами за деньгами а есть еще некие энергетические взаимодействия с землей если люди поймут что перемещаясь можно что-то в себе открывать как вы думаете и как думают ваши духи принесет ли эту пользу в целом земле насколько это потенциально вообще важно вот и сможет ли это принести в общем пользу скажем так вот такой вопрос да конечно это сможет принести пользу при тех условиях которые вы сейчас перечислили то есть при осознанности людей и при вашей ответственности которая у меня сейчас он говорит метатрон не вызывает сомнений вы сможете объяснить это людям чтобы они относились к этому никак к какому-то необходимо никак к какому-то ритуалу который без них самих улучшит их жизнь а подходит к пространству осознанно то есть понимаешь что это не панацея а это способ усиления их собственных энергий которые в них уже есть и даже если их и даже если этот пространственный прогноз можно вот так назвать покажет неблагоприятные участки карты это не будет противопоказанием туда перемещаться при условии гармоничной настройки с этой планетой то есть проработки того качества характера который вызывает ее негативное аспектирование это уже про мою тему немножко про астропсихосоматику о виртуальной проработке тех энергий с которыми можно взаимодействовать перемещаясь то есть если даже негативное какое-то для себя пространство оно я вам напоминаю негативное только условно если он не будет работать над собой над этим качеством то есть эта планета которая начиная через пространство влияет на него негативно она не является его врагом она является его учительом я так понимаю вот для меня аналог это есть теплое озеро где куда-то окунешься и тебе приятно комфортно есть холодный водопад который может тебя сбить с ног или горный ручей он настолько бодрит настолько заряжает но конечно люди не любят вот эти горные водопады и купаться в них не любят все-таки предпочитают более-менее комфортные условия но с другой стороны там больше энергии в этих напряженных наверное больше каких-то открытий наверное больше ты узнаешь себя если осознанно подойти к этому месту если там вот такая дело в том что негативные качества которые проявляют как усиливаются этой планеты они могут проявиться в любом месте в другом но более незаметно для человека и могут от своей вот этой незаметности даже быть более опасными потому что он будет склонен идти тогда по кармическим узлам которые там тоже видны в карте определенном и может накопить блоки из-за которых он не выполнит свои задачи воплощения те негативные качества которые отражены в его карте вот какие-то как негативные качества возможности проявления этих качеств они есть и показываются определенными там градусами аспектами и так далее планет то это ну если смотреть опять же с вашей позиции медицины это будет как болезнь духа и те места где эта болезнь может быть выявлена и соответственным образом гармонизирована вылечена то есть подходить подъем вибрации это как раз будет по вашей аналогии как больница только она будет не физическая а именно для духа поэтому а те а так где будет где будет человек находиться с этой болезнью но без вот это ну как бы стряски пространства это будет аналогом теплого уютного кафе где человек например находится с тем же насморком который у него был но никак на него не воздействует аналогом вот этого места которое условно негативное это будет ну можно сказать кабинет врача и вместе с лечением который будет неприятно посещать потому что там будет осмотр там будут какие-то процедуры по промыванию носа и так далее но которые приведут к выздоровлению то есть он говорит я понятную аналогию да понятно хотелось бы узнать кармические предпосылки можем ли мы узнать ну например Дмитрий эту тему скажем так открыл вот я этой темой занимаюсь были ли какие-то причины в прошлом этом опыте причины есть всегда рождение того или иного духа они всегда в том или ином месте но они не только вместе они в семье то есть мы помним про родовой эгрегор мы помним про опять же место жительства этого родового эгрегора и его энергетику конечно же всегда есть кармические причины которые привели дух именно к рождению в этом месте в этой семье с определенными качествами какие что мы называем кармическими причинами это его действия это действия его в прошлых жизнях которые привели к формированию качеств характера но который сами действия забыл вот как но они переходят в черты его характера при рождении вы знаете о том что даже дети рожденную у одной и той же мамы даже если они близнецы и воспитываются одинаково они все равно разные по характеру то есть это как кармические предпосылки а что касается места ну опять же это как мы называем триггер то есть это попадание в то или иное место то есть некоторые рождаются в негативном для себя есть некоторые положительным это как триггер для развития то есть либо как можно сказать через жесткие условия воплощения а можно через более мягкие примерно так он еще получает тоже зависит от его кармы от его осознанности и от его желания использовать эти таланты богом данные в положительном ключе можно ведь испортить своим негативом самое положительное место если там проявлять злобу ревность зависть страхи еще один вопрос и все тогда Ирина можно Кастанеда и магии Кастанеды говорят что существует орел и существует смерть орел глотает сознание и на этом все заканчивается христианство говорит нам о том что есть там загробная жизнь и так далее все-таки есть перевоплощение есть перевоплощение и как бы есть ли конец этим перевоплощением или мир действительно бесконечен развитие бесконечное есть ли то что называется убить свою душу и завершить там в виде космического мусора отбросов и так далее вот дорогие друзья я сейчас обращаюсь к телезрителям уже я просто я просто знаю что сейчас нам напишут я извиняюсь перед вами за повторяющиеся вопросы просто действительно люди может быть не заметили это видео и даже не одно я вас прекрасно сейчас понимаю ваши чувства дело в том что дух он вообще бессмертен он является частью Бога он является любимым ребенком Бога умереть он не может в том смысле умереть что прекратить свое существование ну вот как осознавать себя но духовная смерть существует в том смысле что дух может уйти от высоких вибраций и уйти от источника жизни которым является Бог которым является любовь которым является истина уйти в противоположные энергии противоположные вибрации и раз он ушел от жизни он пришел в смерть но эта смерть не предполагает прекращение его существования это состояние его души то есть его духа это состояние его энергетики когда он все отрицает такой нигилист и это уровни демонических планов с которых тоже воплощаются духи чтобы вернуться в свет если дух хочет вернуться в свет он идет опять же не идет мысленно призывает ангела-консультанта который спускается на этот уровень смерти и говорит что в каких условиях в том числе отраженных в натальной карте он должен воплотиться для того чтобы из смерти прийти в жизни для того чтобы воскреснуть для того чтобы испытать то что написал апостол Павел уже не я живу а живет во мне Христос Христос в смысле воскресший то тот кто воскрес это тот дух который един с Христом который победил смерть и он победил смерть не только физическую но и духовную потому что ну не свою духовную смерть победил а всех тех духов которые к нему обращаются за помощью потому что энергия его любви помогает всем выйти из тьмы вы же наверное слышали слово Христос Спаситель он не Спаситель автоматически что вы скажете Христос застаньте меня где я оказалась и он вас вытянет нет и он вам помогает выйти самому только такой метод помощи но не выполнение за человека за его дух его работы помогает гармонично расти и развиваться оценивая правильно тот свет проходя через ту тьму в которой дух себя повер то есть дух бессмертен слова смерть души или смерть духа это аллегория которая означает отделение от источника жизни которым является бог но это не прекращение существования более того даже физическая смерть это не прекращение существования ни тела ни духа это просто их разделение физическая смерть это разделение души с телом но само тело при этом продолжает существовать в виде элементов и ни один квант из него не исчезнет ни один атом из него не пропадет он перейдет в природу он перейдет в другие тела так же как и дух он не исчезнет он перейдет тоже в другие формы существования а впоследствии в другие тела но теперь мы возвращаясь к вопросу конечно воплощение или нет здесь решает сам дух он может в любой момент прекратить свои воплощения на любом уровне остановиться на первом демоническом хоть на 24 самом последнем и сказать я больше не желаю воплощаться и не пойду подбирать себе воплощение никто ему и слова не скажет это полно его право вот тот кто желает постоянно воплощаться и нести свой свет который он достиг мир либо достигать этого света если он очень осознан это тоже право любого духа конечное или бесконечное воплощение нирвана или сансара решаете только вы сами Ирина огромное спасибо но я получил много информации которую мне надо будет переварить переразмышлять мы с Иваном еще обсудим отметим там значит что из этого в чем надо поправить а что надо взять на щит и взбодрившись напополнившись энергией двигаться дальше я так понимаю спасибо вам что тема она имеет право быть вот это самое главное и вы и ваши контакты высокие они говорят что тема тема не высосанная из пальца я так и это очень здорово Мария благодарю вас вот дорогие друзья Дмитрий Иван мы вас благодарим за участие в этой конференции спасибо за очень интересную тему за очень интересные вопросы и темы для размышления благодарим Ирочку нашего замечательного контактера который передает очень ценную информацию от наших друзей из всех миров благодарим метатрона нашего волшебного архангела который несет очень много ценной информации в первую очередь своей энергии в нашу цивилизацию в наш мир для нашего развития и плазмоида который пришел сегодня и ответил на все наши вопросы очень понятно очень интересно всем благодарим благодарим наших зрителей до новых встреч благодарю дорогие друзья тоже благодарю Дмитрия благодарю Иван и Мария благодарю Ларгиша благодарю метатрона тоже очень интересно получилось до новых встреч трювия 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 Продолжение следует...